Привет, Cover Project! Меня зовут Ксения, я архитектор и вместе с Муратом мы основали бюро DPT. Сегодня мы приглашаем вас посмотреть наш новый проект квартиры в историческом центре Москвы. Хозяйка квартиры Полина нашла наше бюро в 2022 году. Мы тогда еще были совсем маленькие, у нас практически не было даже инстаграма и в принципе в информационном поле мы присутствовали еще не так обширно. И мы тогда удивились, потому что Полина действительно дала нам шанс на переосмысление квартиры и это было очень приятно. Можно сказать, что Полина фактически открыла нас как бюро, поверила в нас и полностью доверила нам свою квартиру. Четкого брифа у нас не было, была лишь понятная площадь квартиры 100 квадратных метров и абсолютно полная свобода действий. Старую планировку мы полностью ликвидировали и разделили общую площадь на две части. Первая это приватная часть, которая состоит из мастер-спальни, мастер-санузла и кабинета. А вторая зона гостевая, в которой расположилась большая гостиная со столовой, просторная кухня и гостевой санузел. Вдохновением для этого интерьера стала голландская группа Death Tale модернистов, которая была популярна в 20-х годах прошлого века. В основу проекта легла плоскостная композиция с голубой волной и прямыми линиями. Соответственно, мы перенесли эту композицию в интерьер. У нас здесь появилась глянцевая голубая стена-волна, пронизанная деревянными балками. Когда мы начинаем разработку интерьера, мы стараемся войти в положение заказчика и прожить с ним каждый его день. Мы действительно первым делом задаем заказчику вопрос, представьте, что вы уже живете на этом объекте, в своей квартире, где и как вы делаете кофе, как вы принимаете гостей, как вы просыпаетесь и идете в душ. Полина обожает принимать гостей, и это было одним из основных ее пожеланий. Так родилась концепция общей зоны, где гости могли бы разместиться не только за обеденным столом, но и за островом, а также сесть на ступени и на диваны. Если нет возможности что-то спрятать, постарайся показать это наиболее выигрышным способом. В новой планировке мастер-санузел оказался буквально в самом центре квартиры, и нужно было предусмотреть техническую возможность подвода коммуникаций. Так появилась идея создать подиум, который станет основанием для модульного дивана. Неожиданно, но именно подиум стал главной доминантой пространства, где можно было отдохнуть после тяжелого рабочего дня или расположить гостей. Мне очень хотелось, чтобы у меня была уютная гостиная, в которой можно провести утром время наедине с собой за чашечкой кофе, а вечером собрать друзей на вкусный ужин и наполнить дом весельем и разговорами. Также было важно оставить пространство под рабочее место. Хотела сделать такую творческую студию, в которой можно почитать, поработать, порисовать и, в принципе, все, что мне захочется. Конечно же, оформить отдельно свою личную зону – это ванная, моя такая женская обитель. Наверное, это было самое важное для меня. Приватная и гостевая зоны разделены волнообразной стенкой, поэтому даже в разгар шумной вечеринки можно спокойно отдохнуть спальней. Особое внимание нужно уделить шестигранной консоли в зоне гостиной. Одним из пожеланий Полины было приготовление кофе и чая именно в зоне гостиной, а не на кухне. Поэтому мы сделали такой небольшой комод с зоной хранения для кофе и чайных принадлежностей. В утреннее и дневное время можно сделать кофе или чай, а во время домашних вечеринок шестигранник превращается в зону, где можно разлить коктейль. Мы спроектировали практически всю мебель в квартире. Кухни на заказ сейчас никого невозможно удивить, но мы реализовали кухонный остров из нержавеющей стали. Это было очень важным условием в нашем задании, поскольку Полина очень любит готовить и приглашать гостей. Интересным и уникальным предметом также стали и настенные бра, которые были придуманы специально под эту квартиру и изготовлены впервые именно для нее. Мы очень любим использовать сталь в наших интерьерах, потому что это очень нейтральный материал, который поглощает себя окружение и мимикрирует в него, давая такой холодный блеск. Нам нравится этот материал, и несмотря на его жесткость, мы научились с ним работать и делать оригинальные предметы дизайна. Объемно-планировочные решения – это основа нашего дизайна. Объем создает уникальный и интересный образ всего проекта и помогает быть гибкими в подборе материала. Мы всегда стараемся уйти от какой-либо имитации в пользу натуральных материалов. Например, на подиуме у нас голубой мрамор, пол выполнен из дубового индустриального паркета, балки закрыты листами хвойной фанеры, а все жалюзи выполнены из бамбука. Когда живешь в таком пространстве, конечно же, появляется желание творить. Я стала очень много с удовольствием готовить, и в целом появляются мысли о том, чтобы сменить сферу деятельности на более творческую. Хочется меняться, и такое пространство заставляет переосмыслить, что мне лично нравится в жизни. Когда подбираешь какие-то предметы для декора, для создания уюта в доме, очень хорошо себя узнаешь, потому что сразу отметаются варианты, которые не нравятся. И, наверное, меня этот процесс учит прислушиваться к себе. Таким образом я лучше себя узнаю. В итоге становлюсь тем человеком, которым мне хочется быть, может быть, которым я уже являюсь. Интерьер не должен быть стерильным. Он должен жить вместе с его владельцем. Это один из главных принципов нашей работы. Интерьер должен обрамлять жизнь хозяина квартиры. Мы ценим гибкость в интерьере, где мебель можно двигать. Некоторые предметы разбираются. Например, голубой диван можно разобрать на несколько кресел. А также коричневый диван, кожаный, можно переставить в центр комнаты и, например, смотреть кино. Это такое пространство, которое может существовать по-разному. В интерьере много винтажной мебели, привезенной из разных стран. И она отлично сочетается с современным искусством, которым наполнен интерьер. Последние годы, когда ремонт еще был в процессе, я ощущала вот эту жажду каких-то внутренних изменений. И думаю, что как только я переехала и начала привыкать к этому пространству, как-то его обживать, Мне кажется, что вот эта волна, которая идет изнутри, она прямо раскрылась. И чувствую, что все самое классное и все самое лучшее начинается только сейчас как раз.